Всем привет! Это Марк Бартон. Я рад, что вы смотрите это видео. Сегодня мы поговорим на такую удивительную тему «Женщина-спасатель в действии». Очень много видео есть на тему ролевых установок, агрессор, жертва, спасатель. И сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, каким образом перестать быть спасателем. И почему я решил именно на эту тему сегодня поговорить, потому что мне часто задают вопрос «Марка, не получится ли так, что я, например, перестану быть спасателем, а окружающие меня люди будут воспринимать это как эгоизм, отсутствие сострадания и милосердия? То есть как мне вообще быть с этим?» И действительно, отчасти, если поверхностно посмотреть, да, может сложиться мнение, что человек самоустраняется вместо того, чтобы поддержать близкого. И сегодня попробуем разобраться в этой теме. Я думаю, что после этого ролика у вас отпадут все вопросы, касающиеся этой миссии спасателя. Прежде чем начнем говорить об этом подробнее, конечно, хочется напомнить вам о том, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании. После просмотра этого ролика переходите по ссылочке, регистрируйтесь, принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Темы мы рассматриваем и затрагиваем абсолютно разные, в том числе говорим о треугольнике Карпмана, о магическом треугольнике, говорим про абьюзивные отношения, отношения с родителями, отношения с женатым мужчиной, отношения в семье, развод, измены, предательство, абьюз и многое-многое другое. Женщина-спасатель в действии. Давайте мы будем брать конкретные примеры. Я буду приводить пример того, как ведет себя спасатель, и буду приводить пример того, как ведет себя не спасатель. Вот смотрите. Например, у вас есть подруга, которая постоянно жалуется вам на своего мужика. Постоянно звонит и говорит. Вот любой звонок, созвонились, встреча с ней и начинается. А представляешь, короче, омой, значит, в прошлую пятницу приходит на воротничке помада, пьяный, лыка не вяжет, лег, лежит. Я его и так ему, и Константин, Костик, Костенька, Костя-тварь, мразь, где ты был, кто это? А он лежит, ему пофиг, храпит, перегаром воняет. Я всю ночь не спала. А утром он мне говорит, что он споткнулся возле эскалатора в метро и упал как бы так неосторожно. И женщина там одна споткнулась, и она падала, и губами прямо вот его туда. А потом он по пути встретил своего друга детства, и они решили выпить по 50 грамм. И вот она постоянно рассказывает, какой он плохой, как она устала терпеть его унижения, его гульки, его похождения. И вот эта женщина-спасатель, она, значит, начинает в эту порнографию словесную втягиваться, превращается в спасателя. А может быть тебе так, а может быть тебе то. Она и выслушивает, она и поддерживает, она, может быть, даже советы дает, а может быть какую-то оценку. То есть она прям принимает активное участие в обсуждении проблем своей подруги. При этом никто из них даже ни разу почему-то не додумался поговорить о том, а что дальше, как бы, что ты будешь делать. Ой, я даже не знаю. Ты знаешь, вот, даже не знаю. Я, конечно, верю, что все поменяется. Фу, хочется, простите меня, до тошноты прям. До тошноты. После таких встреч у женщины-спасателя внутреннее опустошение, с одной стороны. А с другой стороны она чувствует себя нужной. Ко мне приходят и обращаются за помощью. На самом деле вот этот нарциссизм, который преследует людей с ролевой установкой спасателя, он мешает жить. Вы, наоборот, помогаете твоей подруге становиться еще более несчастливой. Как себя ведет женщина-не спасатель? Очень просто. Алло, Маша, представляешь? Сегодня пришел опять, скотина напился, толкнул. Сижу в комнате, рыдаю, он храпит там, пьяный. Маша-спасатель обычно поддерживала, говорила, ну что ты, ну то, сё. А тут она говорит, родная моя подруга, я тебя очень люблю сильно. И давай ты свои вопросы с мужчиной будешь решать самостоятельно. Это же твой мужчина, это ты же его выбрал из себя. Ты прими какое-нибудь решение, о котором ты не будешь жалеть. И все будет прекрасно. Пойдем завтра сходим погуляем в парк, в театр. Но я не хочу больше участвовать в обсуждении твоих проблем семейных. Мне это неинтересно. Я тебя люблю как подругу, а знать, что там у тебя происходит, мне не надо. В этот момент вы услышите всю правду о себе, либо попозже. Потому что ваша подруга, которая жертвина, она привыкла, что ее постоянно спасают, а решений никаких она не принимает в своей жизни. Она что скажет вам? Так вот ты какая подруга, понятно. Она еще потом позвонит вашей общей подруге и скажет, Света, представляешь, позвонила этой корове, пожаловалась ей. А она мне говорит, это твои проблемы. Ну, что ты хочешь? Слушай, переехала в Москву, Москва людей меняет. Да не Москва, и не Америка, и не Нью-Йорк, и не Киев, и не какой-то другой город меняет людей. Нет. Людей меняет осознанность. Вот если вам нравится жить в роли спасателя, вы будете всю жизнь потирать сопли своему окружению. И, а как же милосердие? Какое милосердие нахрен? Это не милосердие, а самодурство. Это то же самое, что человек, который тонет, возле него спасательный круг, возьми. Нет. Нет. А вы подплываете, еще и отбираете у него этот круг спасательный. Чем чаще вы будете это делать, тем чаще человек будет проваливаться в свое состояние жертвы. И многим спасателям, женщинам, очень выгодны такие подруги. Подруги, у которых одни проблемы, блин, в жизни, которые постоянно мучаются и страдают. Из-за безденежья, из-за мужиков неадекватных, из-за работы нелюбимой. И к ним обращаются всегда за утешением. То есть, такую значимость не обретают. Ко мне все слетаются, как мухи на мед. Эти пчелы на мед. А может быть, правильно я сказал, как мухи, не на мед. Вот. Тоже самые примеры можно привести и с вашей семьей. Ваша мама может быть в отношениях, например, с отцом вашим. А отец вашу маму немножко поддавливает. Обзывает, унижает, а может быть, даже руку поднимает. И мама постоянно вам звонит и говорит, какой папа козел. Понимаете? И вы, вместо того, чтобы дистанцироваться и сказать маме, мама, это твои проблемы. Это мой папа. Я ребенок ваш. Я не хочу выяснять отношения. Не надо мне плохо рассказывать о моем отце. Так же, как отец, который говорит плохо о своей жене, ребенку. Я не хочу ничего слушать. Плохого о своей матери, о своем отце. Мам, если тебя не устраивает твой мужчина, разведись с ним. Прими решение и уйди. Что в этот момент произойдет? А, ты бессовестная. Ты неблагодарная дочь. Я тебя воспитывала. Да я из-за тебя. Да я ради тебя с этим придурком всю жизнь жила. Господи, эти манипуляции дешевые начинаются. И вы там, мамочка, ну ты же понимаешь, я же тебя люблю. Оправдание. Нет, еще раз нет. Спасатель, до тех пор спасатель, пока несет ответственность за эмоции и чувства других людей. За те чувства, эмоции, за которые они могут самостоятельно нанести ответственность. Слушайте, одно дело, когда человек беспомощный, он не может никаким образом помочь себе. И вы приходите ему на помощь, это действительно, ну, к месту, это актуально. А если вы приходите спасать постоянно мужа-алкоголика своего, или наркомана, или безработного мужика своего, или подругу, которую постоянно муж обижает, или маму свою. А когда у вас найдется время на то, чтобы вы немножко пожили для себя. Когда вы будете жить в свое удовольствие, заботиться о себе. И здесь смотрите, какой очень интересный момент. Все спасатели, все женщины-спасатели, это женщины с низкой самооценкой, с уничтоженной самооценкой. И они всегда выбирают себе в окружении людей, которые явно уступают другому, более зрелому обществу. Если это мужчины, то это, как правило, мужики-алкоголики, наркоманы, безработные, маменькины сыночки, инфантильный тип мужчины, мужчины, которые мало зарабатывают, мужчины, которые сидят на месте, на жопе ничего не делают. С таким мужиком, женщине-спасателю, кайфово быть в отношениях. Ей нравится. Почему? Потому что на фоне их никчемности и убожества, которое они перед собой видят, они чувствуют свое превосходство и живут этим. Поэтому многим спасателям даже становится выгодно окружать себя вот такими людьми. И при этом, но здесь же есть что? Здесь есть очень огромная опасность. Какая опасность? Общаясь с таким окружением, вы никогда не наполняете себя энергетически. Вы постоянно истощаетесь, истощаетесь, истощаетесь. Это приведет к тому, что у вас так проблемы с самооценкой. Не дай бог ситуация усугубится, а потом начнутся депрессии, и не только депрессии. Поэтому вот эта миссия спасателям. Маму спасу, подругу спасу, брата спасу. Вот по поводу братьев тоже частый вопрос. Марку моего брата, сука, жена, как мне помочь? Займись своей жизнью. Что ты лезешь туда? Кто тебя просил? Кто тебя звал? Что за привычка все контролировать и везде все держать на контроле? К брату плохо относятся, к маме плохо относятся, а подруга? А то, а это, а вот там, а вот там. А у тебя как с личной жизнью? У тебя все так прекрасно? У тебя все так здорово? Ты можешь тебе сказать и себе, и людям вокруг, что ты самое счастливое? У тебя прекрасные отношения с мужчиной, с детьми? Ты работа, заработок хороший? Ты удовлетворена жизнью своей? Ну, я сомневаюсь. А при этом находится время позаниматься какой-то миссией спасения людей, которые как будто бы в этом нуждаются. Они не нуждаются в этом. Вы должны понять одну простую истину. Жертве просто нравится, чтобы ее спасали. Все. Не спасали для чего-то. И не спасли раз и навсегда. А ей просто нравится быть спасаемой. Она кайфует, жертва, от того, что ее постоянно кто-то вытягивает. Мы вот про жертву в действии поговорим немного позже. Потому что здесь тоже, знаете, низкая самооценка. Жертвы, понятно, она отсутствует. Так же, как и низкая самооценка спасателя. Она имеет две такие стороны очень интересные. С одной стороны, женщина с низкой самооценкой мучается и страдает. Что все плохо, что у нее ничего не получается в жизни. Отношения, работа и так далее. А с другой стороны, все-таки низкая самооценка это эгоизм и инфантилизм. Потому что женщина использует низкую самооценку в качестве единственного способа привлечь к себе внимание. Насытить себя. Я вам приведу такой пример. Подруги, значит, стоят в магазине и покупают платье. Одна подруга надела на себя платье. И такая, ой, не знаю, что-то мне не нравится. Они тут не так, то не так. Ее подруга, значит, говорит, блин, тебе так круто, просто бомба. Офигенное платье. Она понимает прекрасно, что она его решила померить только по той причине, что оно действительно ей понравилось. Надев его на себя, она действительно почувствовала себя особенной в этом платье. Оно ей нравится, как сидит, цвет, модель, пошив и так далее. Но она опять использует вот эту форму манипуляции, чтобы заполучить максимум внимания. Все внимание на себя. И он начинает, ой, я не знаю, мне кажется, не очень. Подруга говорит, что очень. Консультант говорит, я вообще в шоке, еще ни на одной клиентке наша так это платье не смотрелось. Она и по видеосвязи уже маме позвонила. Мама там вообще, вау, дочь, тебе так идет. И вот она насобирает вот этих возгласов, какая она крутая, какая классная. И такая, ох, ну хорошо, я возьму. Хотя на самом деле решение о том, что она купила это платье, купит это платье, уже было принято час назад. Час назад она уже решила его купить. Нет. Поэтому здесь очень важный момент. Прежде чем переставать быть спасателем, нужно понимать вообще, хочу ли я перестать им быть. Женщина-спасатель – это женщина, проживающая чужие жизни. Жизнь своего мужа, алкаша, который бухает. У нас же семья, нет у вас никакой семьи. У вас есть взаимодействие алкоголика и со-алкоголицы. Все. Женщины на меня потом обижаются. Ваш мужик алкоголик? Вы со-алкоголик. Я ж не пью вместе с ним. Какая разница? Какая разница, пьете, не пьете? Вы со-алкоголик. Вы способствуете его алкоголизму. Спасаете его, блевотину его стираете. Штаны его зассаны, если он там еще ходит под себя. Быть женой алкоголика и быть здоровой личностью невозможно. Так же, как быть женой наркомана, игромана, безработного мужика. Так не бывает. Там всегда есть какой-то надлом и нарушение. Вот эта миссия спасателя, она губит миллионы женщин. Представить себе, что рядом с вами найдется мужик, окажется мужчина достойный, вы пока не можете. А самое удивительное, вот я сказал про жертву, что жертва не хочет, чтобы ее спасли, а просто жертве нравится быть спасаемой, чтобы ее постоянно спасали. Вот в ситуации с спасателем примерно то же самое, что женщина хочет, чтобы мужчина поменялся, например, бросил пить, а мужик бросает пить. А куда девается миссия спасателя, куда девается эта стратегия поведения? Никуда. Она как была контролером, так она и остается контролером. Он приходит домой трезвый, она ходит, принюхивается, смотрит, постоянно думает, а не начнет ли он пить. То есть у нее тоже нет цели, чтобы ее мужик навсегда исправился. Она не сможет взаимодействовать с нормальным мужчиной. Ей нужен человек с определенным провалом в личной жизни, с провалом в личности своей. Тогда она будет с ним счастлива. Если вы узнали себя в этом видео, если вы действительно женщина-спасатель, и из тех примеров, которые я привел, еще больше убедились в том, что вы такая, примите для себя решение. Либо вы остаетесь спасателем, либо вы все-таки меняетесь и двигаетесь вперед. Строите свою жизнь совершенно по-другому. Я еще раз напомню, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео. Мы как раз очень подробно там рассматриваем взаимодействие спасателя, жертвы и агрессора. Поэтому присоединяйтесь, пожалуйста. Участие бесплатное. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. С вами был Марк Бартон. До встречи и пока-пока.